В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Уфимский предприниматель Азамат Кельдегушев, который фигурировал в списке российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, считает уголовное дело, заведенное против него, заказным. Об этом он заявил нашему телеканалу. Ранее стало известно, что суд вынес решение о заочном аресте бизнесмена на два месяца. Он считает обвинения, выдвинутые в его адрес, полностью абсурдными. По его словам, дело возникло из-за того, что предприниматель отказался участвовать в предложенных ему криминальных схемах от силовых структур. Когда 23 мая президент Путин распорядился силовым структурам разобраться в наших уголовных делах, которые многие, в том числе и я, считаем возбуждены с нарушением законодательства, просто заказные уголовные дела, судья Советского районного суда города Уфы Габдрахманов просто выносит очень странное, аполитичное решение о заочном аресте. Вот на данный момент Кельдегушев находится в международном розыске. Ему инкриминируют несколько эпизодов хищения на общую сумму около 15 миллионов рублей. О своем месте нахождения предприниматель говорить отказывается, так как опасается за свою безопасность. Так называемый список Титова появился во время предвыборной кампании на должность президента страны. Тогда бизнес-омбудсмен встретился в Лондоне с российскими предпринимателями, вынужденными уехать за рубеж из-за уголовного преследования, и обещал им помочь вернуться в Россию. Более трех миллиардов рублей перечислилась за неполные пять месяцев в федеральный бюджет Башкортостанская таможня. Плюс по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на четверть. Рост в ведомстве объясняют разницей курсов валют и изменением номенклатуры ввозимых товаров. В частности, стало поступать больше технологического оборудования в рамках крупных инвестпроектов. В целом же структура внешней торговли в последние годы не меняется. Большую часть в соемостном объеме, как экспорта, так и импорта, свыше 70%, занимает продукция химической промышленности и машиностроения. По предварительным прогнозам по итогам года, сумма отчислений существенно превысит прошлогодний показатель. Мы надеемся, что все-таки тот товаропоток, который у нас существует, как по вывозимым товарам, мы ввозимым сохранится. При этом мы, наверное, выйдем с учетом уже перечисленных платежей, но, наверное, в пределах 7,5 миллиардов. В прошлом году мы перечислили 6. Обоживление торговли свидетельствует рост товарооборота. За первый квартал он вырос по сравнению с прошлым годом почти на четверть и превысил 440 миллионов долларов. Для сокращения финансовых издержек и экономии времени таможенники рекомендуют бизнесу активнее использовать возможности электронных сервисов. Применение этих электронных технологий, того же, например, таможенный транзит в электронной форме. Эта же информация будет использована в дальнейшем как предварительная, и уже по прибытии товара таможенный орган может уже осуществлять, уже даже в процессе движения осуществлять таможенный контроль. Это сокращает время и издержки участника ВЭД на выпуск, связанное с выпуском декларации, с выпуском товара в соответствии с той процедурой, которую заявляет участник ВЭД. Сегодня участники внешнеэкономической деятельности могут воспользоваться функцией авторегистрации декларации и автоматическим выпуском товаров. Также, говорят специалисты, активно внедряется оформление таможенного транзита в электронной форме. Несырьевой и неэнергетический экспорт из Башкортостана по итогам прошлого года вырос более чем на треть до двух миллиардов долларов. При этом темпы роста в среднем по стране более скромные, всего 23%. Такие данные приводят аналитики регионального подразделения российского экспортного центра. Общий объем экспорта предприятий Башкортостана по итогам 2017 года составил 4 миллиарда 270 миллионов долларов. Республика входит в число регионов-лидеров по экспорту продукции машиностроения и химической промышленности. Доля республики в торговле химии за рубеж в общем объеме по России составила более 50%. Доля машиностроительной продукции – 8% общего машиностроительного экспорта страны. При этом из почти 800 экспортеров – 740 – это малые и средние предприятия. Уфа вошла в первую десятку городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье. Такие данные на апрель публикует портал «Домофон». Столица Башкортостана на 10-м месте квадратный метр площади здесь стоит 65,5 тысяч рублей. На 5% больше, чем в апреле 2017-го. В первой тройке традиционно Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В десятке также Владивосток, Балашиха, Севастополь, Хабаровск, Екатеринбург и Казань. Авторы рейтинга отмечают, лидеры из года в год практически не меняются. По словам экспертов рынка недвижимости, на стоимость жилья во многом влияет рельеф местности, географическое расположение города и даже его форма. Есть несколько типов строения городов. Это радиальный тип Москвы, когда мы просто расширяемся шире. Берем для одной застройки продолжение какой-нибудь шоссе. Есть квадратный гнездовой, где нужно построить одно микрорайон. Мы берем следующее поле и его застраиваем. А у Фуана исторически между рек. То есть за реками коммуникации нет. Их нужно тянуть. И с момента, когда у нас расширение за город пошло, собственно, эта ситуация стала складываться. Кроме того, в Уфе для нового строительства нередко приходится сносить старые постройки, что в итоге тоже влияет на стоимость. По мнению аналитиков, в ближайшие годы столица Башкортостана вряд ли покинет топ городов с самым дорогим жильем. Одна из причин – миграция населения. В городе традиционно большой наплыв студентов и приезжающих на заработки жителей районов республики. О новостях у меня пока все. Не переключайтесь. Далее смотрите проект «Здравый курс» и РБК-события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова